Приветствую! В этом видео мы разберемся с двумя вопросами. Вопрос номер один. Полиция создана в соответствии с требованиям Конституции и законов Украины или нет? И второй вопрос это вопрос удостоверений полиции. Да, что же там с ними происходит? Являются ли эти удостоверения законными? И если они незаконные, то перестает ли полицейский быть таковым? Поехали! Естественно, мы начнем разбираться в этом вопросе с Конституции Украины. А если быть точнее, с пункта 12 части 1 статьи 92 Конституции Украины. Дело в том, что те люди, которые говорят, что госорганы должны создаваться исключительно законами, ссылаются именно на этот пункт. Но если мы почитаем, что там написано, да, а мы видим, что здесь указано следующее, что исключительно законами, да, определяется организация и деяльность органов выконавчей влады, основы Державной службы, организации Державной статистики, да, информатики. Чего здесь нет? Правильно, здесь нет. Слово «создаются», либо «утворюются», либо «створюются». То есть, на самом деле, пункт 12 статьи 92 не говорит о том, что госорганы создаются исключительно законом. Здесь говорится об организации и деятельности этих органов, которые определяются законом. И если мы посмотрим труды ученых-конституционалистов, то вы увидите, что там не идет речь о том, что под словом «организация», либо под словом «деятельность» имеется в виду создание госорганов. А кто же создает госорганы? Ответ на этот вопрос тоже есть в Конституции Украины, но уже в другой статье. Это статья 116. Эта статья определяет полномочия Кабинета министров. И среди этих полномочий мы находим следующее полномочие. То есть, здесь Конституция Украины четко указывает решением, какого органа создаются органы исполнительной власти. И это Кабинет министров Украины. Далее, соответствующее положение мы находим в законе о Кабинете министров Украины. И вот здесь мы видим аналогичное. Утворяя, реорганизовывая и ликвидуя министерства, таинчат центральные органы. Утворяя и реорганизуя районы державной администрации. То есть, еще раз, сама Конституция и закон Украины о Кабинете министров Украины говорит, что законы, вернее, госорганы создаются не законом, а кабинетом министров. Как мы знаем, кабинет министров законов не издает, поэтому уже не может законом создаваться госорган. Ну а теперь давайте посмотрим, что же такое национальная полиция Украины. Согласно статті 1 Закона Украины про национальную полицию, мы видим, что национальная полиция Украины – это центральный орган виконавчей влады, который служит суспильству шляхом забезпечения, охраны прав и свобод человека, против действий, злочинности, поддерживания, публичной безопасности и порядка. Итак, отсюда мы видим, что национальная полиция Украины – это центральный орган исполнительной власти. А мы с вами помним, что организация и деятельность этих органов определяется законом в соответствии с Конституцией Украины, а создаются они Кабинетом министров Украины. И вот давайте посмотрим быстренько сам закон о национальной полиции Украины. И вот мы что здесь находим. Раздел «Принципы деяльности полиции», «Система полиции», то есть, когда мы говорим о системе полиции, как раз мы и говорим об организационной структуре полиции. Вот она вызначена законом «Деяльность полиции», да, ее задачи, полномочия, вот они определяются здесь. Полномочия, полицейские заходы, да, что может делать полиция. Вот здесь это все определено. Определен порядок добору на посаду полицейских и служба в полиции, да, как, на каком основании проходят службу в полиции. То есть, вот эта организация и деятельность полиции, они определены законом. Но, естественно, естественно, когда мы читаем закон, мы не находим статьи, в которой было бы написано «Создать полицию». Почему? Такой статьи нет. Но если мы посмотрим при кинцевой и переходной положения, то в них мы найдем следующее. Вот здесь, в дебрях, когда мы полистаем, полистаем, мы найдем следующее. Кабинету Министров Украины в месячный строк забезпечить створение Центрального Органу Виконавчої Влади Полиции Украины и его территориальных органов, забезпечить призначение керевников и заступников керевников Полиции Украины и ее территориальных органов, приняты нормативно-правовьи акты, что выплывают из этого закону. Как мы видим, в законе Украины о национальной полиции прямо указано, что Кабинет Министров должен создать национальную полицию. И Кабинет Министров выполнил это требование закона, правда, не в месячный срок. Вот. Ну, смотря там, как считать, кстати, да, можно и месячный срок насчитать. Так вот, Кабинет Министров Украины 2 сентября 2015 года принял соответствующую постанову. Постанова, которая мая назву про утворение национальной полиции Украины. То есть на выполнение требований закона о нацполиции и Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает вот это постановление. Где в пункте первом говорится. Друзья, вот надеюсь, на этом этапе мы расставили все точки над «и». Полиция есть органом государственной власти, который создан в соответствии с требованием Конституции Украины. Как мы помним, там указано, что органы исполнительной власти создаются Кабинетом Министров Украины. Мы видели закон, где написано поручить Кабинету Министров создать такой орган, как национальная полиция. И есть у нас постановление Кабмина, где прямо указано создать национальную полицию. Надеюсь, что все вопросы теперь о том, законно ли создана полиция или незаконно, они сняты. И мы видим, что полиция создана в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины. Но у нас остался еще один вопрос. А что там с удостоверениями полицейского? Они законны или незаконны? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы также обратимся к тексту действующего законодательства Украины. Как мы с вами знаем, есть постановление Кабинета Министров Украины номер 1137. И именно в этом постановлении утвержден образец того удостоверения, которое должно быть у всех госслужащих. И мы видим, что именно в первом пункте этой постановы так прямо и написано. И вот мы можем перейти здесь, увидеть этот бланк и понять, что да, удостоверение полиции, которое она нам сейчас предоставляет, не соответствует этому бланку. И естественно, здесь многие люди сразу делают вывод о том, что раз удостоверение не соответствует бланку, значит удостоверение недействительное, значит это вообще не полицейский, а какой-то оборотень в погонах. Так ли это на самом деле? Конечно же не так. В чем проблема? Проблема в том, что нормативно-правовые акты и в целом законодательство нужно изучать как единое целое. То есть нельзя вырывать какой-то конкретный пункт и на нем строить целую теорию. Так вот, даже здесь, если мы почитаем это же самое постановление Кабинета Министров и второй пункт. Вот просто давайте читать второй пункт. В нем написано следующее. То есть те удостоверения, которые были выданы полицейским до 2018 года, они продолжают срок своего действия. Вот пока не закончится он. То есть если там указано до 2025 года, значит это удостоверение действует до 2025 года. И это прямо написано в этом постановлении. А давайте посмотрим дальше. Следующий абзац. А здесь написано, что до забезпечения выдачи службового посвящения с бесконтактным электронным носием, посвящения оформлюются с выкористанием бланков попередних взрослых. То есть пока Министерство внутренних дел не обеспечит полицейских вот этими новыми удостоверениями, оно имеет полномочия выдавать удостоверения старого образца. Эти удостоверения действующие имеют юридическую силу и подтверждают полномочия полицейских. И это прямо записано в этом же постановлении. Но конечно же есть люди, которые тоже внимательны и они читают дальше. И они читают третий пункт и говорят. Ну посмотри, в третьем пункте секретариату Кабинету Министров Украины, Министерствам та іншим центральным и местным органам виконавчої влады у шестимесячный строк с дня набрання чинности цією постановою вжиты заходи в до забезпечения відповідных органів бланками службового посвідчення с бесконтактным электронным носием. И тут некоторые делают вывод. Ну смотри, мол же Кабмину сказали, что в течение шести месяцев нужно все исправить. Ну как и МВС должно было все исправить. Вот они не исправили, они нарушили постанову Кабмина. И значит, а что это значит? Да ничего это не значит, потому что нужно смотреть предыдущий пункт, в котором сказано, что не в течение шести месяцев действуют удостоверения, да? А эти удостоверения действуют, их можно выдавать старые образцы по старым образцам, да, по старым бланкам до забезпечения выдачи службового посвідчення с бесконтактным электронным носием. То есть, по сути, пока МВС не обеспечит полицейских выдачей, вот за цим взроском, за электронным носием, можно выдавать старые удостоверения. Ну а если пойти еще дальше и посмотреть закон о национальной полиции, то мы здесь находим статью 17-ю, в которой сказано, что полицейский, мая службовое посвідчення та специальний жетон, зразки та порядок выдання службовых посвідчень та специальних жетонів, затверджується Министерством внутрішних справ. Как мы любим говорить, Кабмин принимает всего лишь постановы, а вот есть закон, так вот, есть закон, закон о национальной полиции, где сказано, что не Кабмин устанавливает образцы служебных удостоверений полицейских, а это делает Министерство внутренних справ. Соответственно, делаем, друзья, выводы. Ну и чуть-чуть еще вам такого материала для того, чтобы все равно, даже если выдадут полицейским удостоверение по тому образцу, который утвержден постанова 11.37, чтобы даже в этом случае вы могли сказать им, эти удостоверения незаконны. Читаем внимательно. А теперь идем сюда в постанову и смотрим. А что здесь написано? А здесь написано посвідчення. Не службовое посвідчення, а посвідчення. То есть даже если полицейских сейчас обеспечить вот такими бланками, то все равно мы можем сказать, в законе написано службовое посвідчення, а у тебя просто посвідчення. Значит, ты вообще не полицейский. Друзья, ну, как вы понимаете, я несколько утрирую. Все-таки, если разобраться в действующем законодательстве, то мы видим, что те удостоверения, которые есть на сегодняшний день у полиции, являются действующими, являются такими, которые подтверждают полномочия полицейского. И, к слову, хочу сказать, что это не просто какие-то мои домыслы, моя трактовка действующего законодательства, а это то, что подтверждается и судебной практикой. Еще нет ни одного дела, которое бы в суде развалилось на том основании, что у полицейского удостоверение не соответствует постановлению 11.37. Поэтому, друзья, давайте считать этот вопрос закрытым. Полиция является органом, который создан в соответствии с требованиями Конституции Украины. У них есть удостоверения, которые подтверждают их полномочия. Это действующие удостоверения. И, соответственно, в тех случаях, когда полицейский предъявляет нам это удостоверение, он выполняет все-таки требования статьи 18, части 3 закона Украины о национальной полиции. И в этом плане мы должны с ним общаться соответственно как с полицейским, как с человеком, который имеет соответствующие полномочия. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.